Этот спидвейный сезон балаковские болельщики не забудут. Впервые за 8 лет «Турбина» стала чемпионом. Позади все волнения, но для полноты ощущений от победы не хватало одного – золотого Кубка Победителя. Его-то и вручили команде со всеми почестями. Теперь уже официально наша «Турбина» – чемпион. Громкие аплодисменты! Я хочу от коллектива команды «Турбина» от себя лично поблагодарить всех людей, которые принимали участие и помогали нам в достижении сегодняшнего результата. Теперь у нас новая задача. Теперь мы уже чемпионы, и нам предстоит в следующем году этот титул отстоять. Это гораздо сложнее, чем выиграть чемпионат. Поздравили в этот день балаковских гонщиков и друзья команды – представители компании «Фосагра», которая поддерживает «Турбину» уже много лет. Вы записали свою историю. Это как в песне. Вы теперь – герой спорта. На самом деле вы подняли ту планку и шли к ней уверенно и долго. И, естественно, вы сейчас чемпионы. Мы гордимся вами. Минувший спидвейный сезон был и удивительным, и сложным для нашей команды. Пандемия – запрет на тренировки и соревнования. А с июля – одна гонка за другой, чтобы наверстать упущенное. Капитан «Турбина» Илья Чалов, осмыслив и проанализировав победу своей команды, говорит, именно эти трудности помогли добиться победы. Я считаю, что нас спасло то, что сезон начался в июле. Допустим, когда сезон начинается в мае и заканчивается в октябре, то есть там очень большие перерывы. А в этом году мы начали поздний сезон. Часто гонки проходили с июля по октябрь. В сезоне 2020 года команда стартовала без легионеров. Это тоже последствия коронавирусных ограничений. Гонщики из других стран не могли приезжать на соревнования. Только на финальной встрече выступал легионер из Латвии Андрей Лебедев, покоривший зрителей своей самоотдачей. Вся команда в течение сезона выкладывалась на 100%, а некоторые совершали небольшие подвиги. Достаточно вспомнить Александра Кайбушева, который выходил на трек с травмой кистей обеих рук, лишь бы приблизить команду к победе. Турбина собралась в единый кулак, сплотилась. И капитан команды Илья Чалов почувствовал эти перемены в настрое ребят. Каждая медаль есть свой труд, в любом случае. Мы в этом году как-то шагнули в этот сезон с хорошим настроем. У нас все получалось от начала сезона. Первые гонки мы довольно провели хорошо, особенно на домашнем треке. И то есть вот так вот у нас весь сезон шел. До конца сезона оставалось три гонки, а мы уже были чемпионами России. Уже сейчас балаковские гонщики начали подготовку к следующему сезону. Плавные тренировки в спортзале, мотокросс. Ведь любая остановка – это шаг назад. А в планах турбины удержать титул чемпиона и доказать, что эта победа не случайность, а закономерность. Продолжение следует...